Приветствую, друзья! Когда мы еще говорили с вами о стационарном ЦАПе SMSL 108S, я буквально в двух словах обмолвился об одном из его серьезнейших конкурентов Topping E50. По начинке ЦАП строится на конвертере ESS ES9068AS с 32-битным USB-чипом XMOS XU216, а это означает просто запредельное качество для PCM и DSD и полное декодирование MQA потока. Ну а в качестве бонуса здесь просто фантастического уровня дисплей, куча интересных настроек и выходы как на классической RCA паре, так и на балансный TRS как у профессиональных аудиоинтерфейсов. В общем, аппарат просто огонь, сегодня его подробненько и рассмотрим. Поехали. Пришел ЦАП в классической уже картонной коробке с логотипом пройденной HRS-аудио сертификации и адресом официального сайта компании. В комплект нам положили инструкцию, гарантийный талон, пульт дистанционного управления и два метровых USB кабеля. Один для подключения к компьютеру и второй для подключения питания. Пульт тактильно приятный, сделан из матового пластика с прорезиненными такими кнопками. Из функционала на него вынесли отключение звука MUT, управление громкостью, переключение активного входа и выхода, встроенных конвертер-фильтров, автоотключение и изменение яркости дисплея. Как видите, только самое необходимое. Корпус у ЦАПа полностью металлический, с наклейками поддержки MQA и HRS-аудио сертификации, снизу же находятся четыре резиновые ножки. Из входов у нас имеется USB, оптика и коаксиал, а на выход идет RCA пара и два балансных TRS-разъема. Ровно такие, как используются у всех современных аудиоинтерфейсов. Передняя же часть полностью отдана под большой информативный дисплей и одну сенсорную многофункциональную кнопку. Одно касание, которое переключает входы, а двойное выходы. Также здесь есть возможность играть как в одно направление, так и в оба сразу, если в этом, конечно же, есть свой смысл. Для редактирования всего списка настроек необходимо в режиме ожидания, это когда горит только одна оранжевая точка, на три секунды зажать сенсорную кнопку. Там под литерой F у нас скрывается набор фильтров, L отвечает за подсветку, а автоотключение O выхода и M включает и отключает фиксированную громкость для работы в качестве предусилителя. Для принятия же изменений еще раз нажимаем кнопку до появления 8-8. На главном экране отображается тип воспроизводимого потока, активный вход, уровень громкости и конечно же битрейт. При работе аппарат абсолютно не нагревается, место на столе, как видите, не занимает, да и выглядит очень даже достойно. Разбирать топпинг E50 не вижу ни одной причины. Базируется аппарат на самом свежем и очень крутом чипе ESS ES9068AS с полным декодированием MQE потока. За USB отвечает тоже последняя реализация XMOS XU216, а в качестве операционных усилителей используются благородные Texas Instruments OPA1612. Питается ЦАП от абсолютно любого USB порта, что открывает абсолютно новые перспективы для его использования, например, с павербанком, где мы полностью избавляемся от артефактов сети. Не очень удобно, что нет здесь механического какого-то регулятора уровня сигнала, да и сенсорная кнопка штука хотя и привычная, но для аудиосегмента, скорее компромиссная, ничего сегодня не заменит старую добрую механику. Алгоритм работы с девайсом просто очевиден. Лично я подключаю его по USB к своему ноутбуку, а на выход соединяю стационарный усилитель для наушников L50 и уже к нему идут мои активные мониторы Yamaha и, собственно, наушники. О усилителе подробнее мы поговорим в следующий раз, сегодня же сконцентрируемся именно на ЦАПе. Включается он автоматически при обнаружении сигнала, если же его долгое время не использовать, то ЦАП автоматически уходит в сон. Такое, друзья, вижу впервые. Для пробуждения необходимо нажать кнопку включения с пульта или пару раз тапнуть на сенсор. И все, начинаем получать удовольствие от прослушивания своей любимой музыки. Под Windows 10 аппарат определяется автоматически, способный к работе посредством WASAPI драйверов, однако я настоятельно рекомендую скачать и установить с официального сайта драйверы XMOS, который производитель всегда держит в самом актуальнейшем состоянии. Сейчас это уже версия 5.27.0, хотя неделю назад еще было 5.20.0. Я не знаю больше ни одного производителя, который бы данным вопросом настолько заморачивался. Кроме того, драйверы позволяют использовать старые версии Windows, открывают нам настройки задержки и предоставляют устройству полноценный ASIO интерфейс. А это, друзья, дорогого стоит. Из удивительного, на официальном сайте я нашел обновление прошивки для героя нашего обзора, после которой желательно сделать сброс на заводские настройки. Происходит это в режиме ожидания с пульта управления. Последовательно нажимаем громкость вниз, громкость вверх и отключение звука. В панели же Windows там доступно разрешение до 32 бит 384 кГц. Со смартфоном аппарат тоже прекрасно работает, причем на всех приложениях, играх и стриминговых сервисах, в том числе и через специализированный BitPerfect режим. Все замеры тут, естественно, имеют оценку, друзья, отлично. Ровнюхенькая кривая АЧХ, какой-то просто запредельный уровень шума, прекрасный динамический диапазон и искажения ниже уровня минус 110 дБ, причем как гармонические, так и интермодуляционные. Небольшой разбаланс каналов я отношу либо к усилителю, либо к моим межблочным кабелям. По питанию работа от пауэрбанка реально убирает все лишние гармоники, можете в этом убедиться самостоятельно на графиках. В общем, железо измерения у аппарата ну просто, друзья, топ. По подаче топпинг E50 показывает максимально возможную техничность с просто великолепной отработкой атак и затуханий, отличной передачей эмоций и очень подробной прорисовкой всего музыкального полотна. Слушается это, ну, буквально до вау-эффекта, если, конечно, остальной ваш тракт позволяет в достаточной мере раскрыть потенциал ЦАПа. А в связке с усилителем для наушников L50 это вообще нечто. Герой обзора легко и очень качественно отыграет любые скоростные тяжелые жанры, оркестр или даже сложный мультиинструментальный джаз. В этом плане вообще никаких преград для E50 я не вижу. Из одноклассников сравнивал его с SU-8S на одном и том же усилителе L50. Лично мне чуть больше понравился вариант от SMSL и я даже поясню почему. Дело в том, что SU-8S просто потрясающе, на мой взгляд, умеет передать сцену в глубину. Да так, что каждый инструмент, ну, буквально ощущаешь в отдалении друг от друга и при этом все они объемные и практически живые. Для оркестровой музыки это очень подкупает, а в тяжелой же или, например, ритмичной электронике, скорее будет даже лишнее. Топпинг шикарно строит передний план, достаточно четко прорисовывает все остальное, но так сильно в глубину не уходит. Зато у него звук резкий и прозрачный, а SMSL имеет такое легкое смягчение пиков. То есть тут больше вкусовые различия, чем в уровне. Кто любит тяж, хорошо компрессированную электронику или другие не сильно перегруженные инструментами стили, без сомнения выберут Топпинг Е50. Он буквально создан для этих направлений. А для академической музыки, оркестра и других мультиинструментальных команд предпочтительнее оказывается, на мой взгляд, SMSL. Но это вовсе не значит, что Топпинг хуже или лучше SMSL, просто у них немножечко разная подача. Мне посчастливилось сравнить их напрямую, но даже в этом случае я затрудняюсь однозначно сказать, что бы выбрал сейчас. У Топпинг кристально чистое звучание с уходом от ЦАП вибраций до самых высоких частот. Причем прорисовано все одинаково круто. SMSL мягче, музыкальнее и пытается больше показать пространство сцены в глубину. Если же все-таки разобрать звучание ЦАПа по частотам, то тут просто превосходный по глубине и прорисовки бас, отличная передача нижней середины, это где находится ритм-составляющая. И просто идеально чистые, при этом естественно звучащие вокалы и разнообразные лидирующие инструменты. Высокие же, если ваша акустика позволяет, имеют ровно такую же массу, что и середина, и длятся до самых своих пределов. Да так что затухание струн буквально завораживает. Из наушников в тестировании участвовали очень техничные мундропкаты и универсальные модели Янин Кэнон и Кенэра Скалт, возможности которых для раскрытия данного ЦАПа, на мой взгляд, ну просто с головой. Очень круто звучит аппарат, мне даже особо сравнить его звук и не с чем. Burstland Playmate 2 очень шумит в фоне и гораздо сильнее красит звучание, хотя да, они примерно на одном с ним уровне. В сухом остатке у нас практически зеркально чистое звучание с хорошей проработкой тембров, мелодичностью и отличной передачей эмоциональной составляющей. Все очень четко, детально и технично. Если вы ищете что-то с максимально натуральной подачей, способное передать звучание даже на критически высокой скорости и при этом сохранить целостность каждого из тембров, точно прорисовать их взаимодействие и созвучие, то это однозначно, друзья, к топпинге E50. Я переслушал множество ЦАПов из разных ценовых категорий и E50 один из тех, которые я хотел бы вот реально оставить себе. Для тяжа, рока, электроники, блюза, всяких этнических вещей и произведений старой школы он ну просто шикарен. Если деньги позволяют, рекомендую брать именно его, а не младшие версии от этого же производителя. Оно реально вот того стоит. Подводя итоги, стационарный ЦАП топпинг E50 прежде всего выглядит ну просто фантастически. Имеет специализировано созданный для него усилитель для наушников, удобный пульт в комплекте, очень богатое меню и возможность использовать его, запятав от павербанка. Например, для минимизации шумов и искажений или работы где-то вдалеке от розетки. Минусов ему даже придумать не могу. Чтобы хоть что-то сказать, нет здесь Bluetooth и балансные выходы не на аудиофилских XLR, а на профессиональных TRS-коннекторах. А так все очень даже здорово. Аппарат 2бит 768 кГц, DSD 512 и полное декодирование MQA. Да и звучит аппарат, как говорится, на все деньги. Чисто, глубоко, драйвово и при этом очень насыщенно, мелодично и эмоционально. Для скоростных жанров вот то, что доктор прописал, это реально аппарат, который купил и закрыл вопрос со звуком на долгие годы. Однозначно могу рекомендовать его, друзья, к приобретению. Мне данный девайс понравился ну просто безумно. Это был стационарный ЦАП Topping E50. А на этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.